немножко на наш простор на наше небо грозовое классно сейчас иду делать историческую съемку потому что кто его знает может быть это видео потом будет пересматривать поколение вот как я сейчас пересматривают старые фотографии периодически поселку в котором я родилась такой знаете будет ли истории мама говорит хотя не осил все сообщения энергии нету я сегодня подрастратилась выдохлась энергии нет энергии на улице плохая да зачем ты идешь до зачем тебе это надо завтра приедешь в следующий раз в следующий раз снимешь агурман все еще разу может вообще не быть надо в следующий раз ее могут разобрать ее могут не знаю там снести могут там еще нет у меня вот есть день сейчас я должна им воспользоваться вот она родненькая девчонки школу которая училась получилась восемь лет который училась моя мама не помню какого года она рождения надо где-нибудь посмотреть и мама спросить она сначала сгорела либо ее сожгли специально не знаю не могу сказать но это вот сейчас в каком она виде я ее пришла сюда поснимать с разных ракурсов потому что вам мне кажется в прошлый раз даже приезжала в прошлый раз она гораздо была симпатичнее красивее не так это не такая была разгромленная сейчас потихоньку и по кирпичиком разбирают жильцы дома деревне не двери не села поселка чтобы хозяйстве этих использовать всякие штучки дождик начал пока не сниму я не уйду отсюда так что вот такие вот дела будем снимать час фасад и вам в этой школе вот в этом не здание вот в этом ходе это главное был основной вход вот здесь вот мы заходили у нас линейка вот на территории вот это на этой территории у нас была линейка всегда и это главный ход где стояли всегда директор школы заучи учителя с этого порожка и а потом достроили с этого порожка у нас шли вот эти вот линейки выступающие были вот это спортзал у нас он еще действующие там до сих пор насколько я знаю приходит ребята заниматься спортом это бывший туалет на его потом сделали в какую-то хоз часть его переоборудовали в хоз часть какая-то вот что-то там было уже не помню а вот где у нас там здесь учета какое-то строение было уже не помню тут какой-то по моему туалет потом там сделали если не ошибаюсь а давайте с вами туда пройдем сейчас посмотрим что там учета вот я смотрю какой-то мужчины ездит я не пойму ездить себе в дом таскает себе в дом таскает песок вот разруха разруха наверно не пойду туда девчонки чуть не хочу я все вот разбито пристройка если кто помнит кто знает напомните то помнит кто застал вот а мы с вами сейчас вот это была часть у нас здесь выдавали помню то ли яблоки чего-то то ли инвентарь какой-то потому что это пристройка кухни была пристройка кухни во внутрь сейчас зайдем тоже а ведь я снимала ее я не знаю сколько лет может года два-три назад она еще была ее нужно было только как-то отремонтировать что ли и было нормально такое здание в котором можно было рассмотреть что-то типа администрации может какого-то кружка потому что вот у нас был раньше кружок на этом месте его сейчас ритуальные услуги вот на месте школы что-то могли сделать ну вот к сожалению сейчас никому ничего не надо советские времена нет участника государству как-то это участника нету все пиши пропало я уже под дождь попала съемку я не остановлю девчонки вот здесь а был коридор по которому тоже проходили всякие разные мероприятия знаете так вот когда все снесено кажется это маленьким а когда были стены и крыша это все выглядело гораздо больше не могу с честно прямо сейчас возрождите просто с местом связано очень много воспоминаний и мне как-то чуть даже не под себе такой разрухи а вот вот здесь вот у нас тоже была дверь которая выводила в другой коридор вот вот здесь вот был тоже коридор от которого осталась вот эта стенка рядом была учительская и через стенку был наш класс которым я проучилась пять лет давайте посмотрим что что в итоге осталось это насколько я помню был класс биология класса биологии перемещаемся сюда кстати главное не напороться на какие-то гвозди тоже надо быть печка посмотрите печка у нас было печное отопление еще было так боженька сохрани меня пока я здесь гуляю же всаре тучу смотрите что тут открытый какой обязательно под ноги надо смотреть вот не помню напомните кто может быть смотрит это видео из этой тут какой класс был не помню что здесь проходил мы здесь класс был класс и вот смотрите видите вот здесь вот был наш класс вот вот за его вот все то что видите вот это вот гора это медкабинет там по моему был потом сделали в туалет а вот здесь вот был наш класс давайте дальше ходить бродить кстати такое-то раньше печное отопление было хуйбы люди разобрали отсыпать вот такую дорогу можно воспользоваться этими кирпичом даже дом построить вот я сейчас стою можно сказать практически не стою это коридор был коридор переходом здесь еще пару классов было здесь у нас проводил русский язык преподавать не сильно приехала то ли сказал так вот у меня закончилась опять память то ли она приехала с казахстана то ли приехал еще откуда-то очень классный был преподаватель вот мы так очень сильно сдружились помню маша я с ней сдружились как-то ну вот чисто ученик и учитель но какой-то у него был конфликт с директором школы она ушла что-то не на не нашли какой-то общий язык то есть вот здесь вот у нас была учительская вот здесь у нас вот был как раз таки а вот еще один класс был до сначала учительская была потом еще один класс был и потом уже русского языка класс русского языка потом вот здесь вот коридор был и по другую сторону коридора была столовая вот сейчас вот эта вот часть это все у нас столовая переходящая вот эту хозяйственную как раз таки часть скорее всего там что-то фрукты овощи лежали муж холодильнике какие-то стояли вот и там готовили и это выходило все вот в ту часть двора где у нас проходила линейка ой надеюсь не заблокирует там не будет слышно этой музыки буду стараться говорить погромче вот это вот то что я вам снимала наш длинный коридор вот здесь вот было небольшое там пропит то есть выступ такое и с этого выступа тоже проходили всякие праздничные мероприятия и вот мы там выстраивались по моему стеночку вдоль этого коридора школа была небольшая вот но по тем меркам большая на вся заполнена была детьми все что от этого осталось боже вот так значит что у нас здесь по моему да я вам говорила мой класс потом учительская потом еще один класс потом и все рассказала да потом следующий класс коридор и через коридор вот здесь вот было столовая я просто разных ракурсов вам показываю просто хочу чтобы это осталось для истории так вот этот вот класс я не особо запомнила но точно помнишь какой-то вот класс информатики какие-то мне ярко так в память врезались а какие-то не очень ли ну а мы наверное с вами не пройдем не придется выйти потому что здесь вот все прогорело и наверно с той части где-то зайдем с той части зайдем надеюсь у меня не кончится батарейка батарейка памяти 5 если чё удалю там не вот заходит этот коридорчик был раньше без тамбура без этого все было ведь один этот заложенный вот здесь вот вот это остатки коридора здесь кабинет был директора и вот здесь вот класс информатики о информатике математике и соответственно еще вот здесь вот наверное класс был и там везде ой господи сейчас подождите сниму на другую так покрупнее помельче я вот была в той части коридора и вот вроде бы все вам показала все рассказала так но это с этого ракурсом опять же мой класс это конструкция то ли медсестра то ли туалет тоже впоследствии и это вот угловой это был наш класс в этом классе представляете я провела 9 лет 9 классов у нас господи 9 до 10 11 9 лет своей жизни представляете просто все да да я могу сказать не знаю что сказать вот с этого ракурса он тоже по моему здесь показывал уже не помню снимала потому что вертикальные видео делала горизонтальные вот это вся была наша школа начиная от нашего класса и заканчивая класса математики не пойму почему у нас получается был класс полностью закреплен за нами а он был с первого по какой-то класс с 1 по 5 по моему класс а потом мы уже распределялись распределялись мужем да по потом уже математика была отдельно а это с первого по пятый мы там сидели в этом классе потом не помню какие у нас там уроки уже были но все ладно пойду я все посняла поснимала постояла там в тишине при выключенной камере немножко поностальгировала вот жизнь течет жизнь бежит девчонки вообще 15 лет последние полетели вот мои сутки 15 25 лет осознанной жизни мои прилетели просто просто как одно мгновение как одно мгновение вот казалось бы в 15 лет я ушла из этой школы и все и 25 лет как не было 26 получается все это отдельно мне влогом выйдет даже не влогом отдельным видео про школу